всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о глоксинием посмотрите два букета просто обалдеть глаз радует вообще сейчас я расскажу как я за ней ухаживаю мы перезимовали кстати зиму прекрасно как вы видите бутонов еще больше чем в прошлом году она у меня тоже второй год это ее второе цветение видео у меня есть если кому-то интересно можете перейти по ссылочке и посмотреть и сейчас я расскажу самого начала как она у меня появилась я конечно же сгрешила в магазине оторвала два листика и сама их укоренила это было два года назад я ее поставила на укоренение стаканчик и в тепличку просто воткнула наискосочек два листика и в тепличку осенью где-то сентябрь и она у меня уже весной дала уже такое как бы гнездышко листики и весной она меня уже заложила бутоны то есть вообще я могу сказать быстро то есть за зиму она у меня выросла я ее посадила правда в один горшок видите два софта у меня получились два в одном горшке но мне это нравится они друг друга кстати не забивают вообще хорошо растут такие бутоны посмотрите цветов очень много немерено еще лезет ну конечно красота то есть глоксиния очень хорошо укореняется и растет очень хорошо она у меня в том году цвела первое цветение было конечно но не такое пышно но она все равно свела хорошо цвела сейчас покажу поближе свою красавицу посмотрите какое цветение цветы огромное просто огромное очень эффектно смотрится очень листья хорошие такие посмотрите это так вообще очень нарядная я когда захожу в ванную комнату я вообще просто не могу налюбоваться на свою красотку вот посмотрите шапочное цветение красота я когда на нее смотрю и думаю где-то в природе же она растет ее много там на на зрелище вообще глаз не оторвать ну а теперь я расскажу об уходе глоксиния предпочитает не то что предпочитает и обязательно нужно устраивать зимовку а а а а а а а а а у нее система корней клубнивая там имеются картошин и и и и когда осенью она отцветает уже по ней видно просто вот она начинает такая скукоживаться как-то вот не очень себя чувствую даже если она это вида не подает ее все равно нужно обрезать в ноябре в ноябре я ее обрез обрезаю под самую по землю прям остается только картошин и все полью ее и убрала она у меня зимовала в спальню шкафу на полу прям там темное место и там как-то прохладно ну конечно у нас раз свой дом наверное проще а если у кого квартира то можно если в ванной есть там место убрать куда-то и конечно не забывать поливать по чуть-чуть раз в месяц хотя бы ее полить а в феврале я ее просто достала поставила на окно и все и она сразу принялась просто солнышко уже стало на нее попадать и она у меня стала расти и как вы видите на 9 мая вот такие букеты галаксиния ну я не знаю может конечно и в обычных горшках но мне нравится керамические вот я наверное их так потом пересажу чуть больше горшок но это будет уже на следующий год когда я ее зимовки достану пересажу в горшочек и оставлю их наверно так и расти два сорта в одном горшке очень красиво смотрится горшки нужно брать невысокие плоские если горшок высокий то конечно его лучше наполнять керамзитом побольше но вообще горшки же продаются и такие низкие так что ей лучше широкий плоский горшок для ее картошин это лучше и с поливом поливаю я ее каждое утро теплой водичкой в поддом и это каждый день я ее сверху не поливаю сверху у нее сухая почву не смоченная ей этого хватает но смотрю если день жаркий допустим летом да я могу и вечером туда вытащить и налить но я просто смотрю по растению а здесь я проснулась подхожу к растению смотрю у меня вот этот букет завалился представляете упал он же тяжелый цветы крупные и он упал и знаете хорошо что не сломался я переживала что он прям сломается он прям под корень так вот я здесь поставила палочку бамбуковую маленькую и его подвязала просто от тяжести он не выдержал даже представляете бутонов много вот здесь вот я недавно убрала бутончик уже отцвел для глаксинии конечно это место на подоконнике конечно же светлая но от прямых солнечных лучей ее нужно немножко притенять вот у меня просто растения там стоят еще на окне и она здесь стоит ее немножко притеняет но еще у нас сторона такая восточная то есть наоборот хорошо для растений но даже и летом восточная сторона бывает обжигает листью она не терпит этого она такая сильная тоже ее в тень куда поставить она тогда цвести не будет а вот именно вот такой вот ей создать и все и она будет радовать вас вот такими букетами мне очень нравится это растение если я увижу какой-то сорт другой я обязательно себе куплю еще вообще очень красивая тем более она представляете начинает цвести с весны и до поздней осени она постоянно цветет подкармливаю я ее раз в 10 дней удобрением фертикой люкс ну или любым удобрением для цветущих растений это как бы на ваше усмотрение каким вы удобрением пользуетесь тем и подкармливаете также вносить также в поддон то есть вы разводите где-то цветы поливаете цветущие ее также полили грунт можно использовать в магазине уже продается готовы то есть посмотрите где вот глоксиния есть допустим вот такой грунт можно даже для фиалок даже подойдет он должен быть рыхлый тоже корешочки они даже ничего не должно мешать не должно укомковаться потому что корешочки должны напиваться водички очень хорошо ну вот такую красотку я вырастила я ей очень довольна конечно моя красавица подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки увидимся в следующем видео вот вот что вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok